Здравствуйте! Мы готовы рассказать вам о ключевых событиях этой недели. Их было много, но мы выбрали самые яркие и, на наш взгляд, социально значимые. Сегодня в выпуске. Губернатор отчитался о проделанной работе за 2018 год. Власть федеральная и местная работает над мерами по повышению рождаемости. Абсурдная история с дорогами в деревне Кривцово Ивановского района. Программа отлова бездомных собак. Как она работает в Иванове. 60 лет Иванова реставрация трудится над сохранением объектов культурного значения. Отчет Воскресенского перед Думой. Довольно сжатый и без деталей. Больше времени губернатор уделил вопросам лидеров фракций. В 2018 объем финансирования здравоохранения был увеличен на 35,5%. Возросла поддержка агропромышленного комплекса. В Наволоках и Южа созданы территории опережающего развития с особыми условиями для бизнеса. Налажено комфортное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Между тем, нужно отдать должное, иллюзии Воскресенский не питает и реальной ситуацией, владеет. Новые предложения для молодых семей готовит и федеральная, и местная власть. Действующий в настоящее время пакет включает 27 выплат, которые предоставляются из различных источников. С 2020 года будет введена практика целевого профессионального обучения женщин, имеющих детей до 3 лет. Также рассматривается вопрос о предоставлении семьям лекарств для лечения у детей острых респираторных заболеваний. К более внушительным бонусам родительства можно отнести следующие. Это и увеличение с 1 января следующего года критерии нуждаемости при предоставлении ежемесячной выплаты на первого ребенка, увеличение с 1,5 величин прожиточного минимума до 2 величин. Уже сегодня вступили в действие нормы, снимающие временные ограничения 6% ипотеки для семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Это значит, что по всем ипотечным кредитам, вновь заключаемым или заключенным в период с 1 января 2018 года, на весь период ипотеки ставка устанавливается не выше 6% для семьи. С 2019 года при рождении третьего и последующего ребенка предусматривается дополнительная выплата на погашение ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей. Жители так называемой Олимпийской деревни в населенном пункте Кривцово Ивановского района оказались заложниками непростой ситуации. Дороги там находятся в частной собственности и попадают под категорию ИЖС. Жители деревни хотят, чтобы власть вмешалась и посодействовала в передаче земель на баланс муниципалитета, ведь фактически эти участки не используют по назначению. В правительстве региона состоялось совещание с участием зампреда Сергея Коробкина, где обсуждали ситуацию в Кривцове. Договориться с собственниками участков дорог не удалось. Подробности в сюжете Любови Почерниковой. На сегодняшний день действительно так. Земельные участки под Оройнах находятся в частной собственности. Поскольку это взаимоотношение двух собственников, администрация вмешиваться в этот процесс не может, мы неоднократно рекомендовали жителям обратиться в суд за защитой своих прав, если они считаются, что они были нарушены. Работы по отлову бездомных собак в Иванове в этом году выполняет приют «Майский день». Мэрия выделила на эти цели более 4,5 миллионов рублей. 650 животных кастрируют и стерилизуют и выпустят в то же место, где забрали. В законе о гуманном отлове и содержании безнадзорных животных пока много пробелов, в которых предстоит разобраться обществу и властям. На сегодняшний день, с начала 2019 года, порядка 50 животных уже отловлены. Все животные прошли стерилизацию, кастрацию. Методы отлова таковы, что мы сначала их отлавливаем, 10 дней содержим в пунктах временного содержания на предмет выявления бешеных и болезненных животных. Далее кастрация и стерилизация, 14 дней передержка после операционного содержания и выпуск естественной среды. Мария Смирнова также рассказала в своем сюжете, как организован отлов в Ивановском районе. Там есть вопросы и касаемо гуманности, и касаемо здравого смысла. Советуем посмотреть. Компания «Иванова реставрация» работает над восстановлением объектов культурного наследия уже 60 лет. Сейчас специалисты занимаются семью объектами одновременно. Сотрудники компании – реставраторы, тестованные Министерством культуры. Они трудились над стеллой на площади революции, зданием областной думы, несколькими особняками в историческом центре. Впереди реставрация бывшей гостиницы «Центральная» на Шереметьевском проспекте. Если хотя бы сделать передачу прогулки по объектам, отреставрированные нашей организацией, то сегодня по городу можно просто проходить, и каждый пятый-шестой объект отреставрированный нашей организацией. Это не считает то, что сколько объектов было сделано по области. Мы сделали акцент всего на пяти событиях недели. В действительности, новостей плохих и хороших было гораздо больше. Смотрите наши выпуски в эфире Интеркомтел или в социальных сетях. Увидимся на РТВ. РТВ